Сократить денежное предложение и таким образом подавить инфляцию, в действительности, справастровый резкий скачок. Вот видите, инфляция падала, у нас пока Центральный банк не занялся этими экспериментами. Как только Центральный банк объявил о переходе к таргетированию инфляции, это был 2012 год, только само объявление о переходе к таргетированию инфляции привело к повышению инфляции. И дальше расхождение только усилилось. В 2013 году они перешли к этой политике и тут же получили инфляционный удар через девальвацию рубля и реакцию экономики на повышение процентных ставок. То есть, по словам таргетирования инфляции, на самом деле Центральный банк реализовал меры, которые привели к всплеску инфляции, которые до сих пор не могут подавить даже ценой резкого сокращения инвестиционной активности и прекращения экономического роста. Центральный банк под таргетированием инфляции нас загнал в стокляционную ловушку, которая сочетается с хронически высокой инфляцией и низкими темпами экономического развития. А ведь это были рекомендации валютного фонда. Это не просто там собрались какие-то, так сказать, чудаки, которые придумали вот такую фантасмагорическую модель борьбы с инфляцией, отпустив на волю все факторы главной инфляции и спровоцировав повышение инфляции. Это были рекомендации Международного валютного фонда. Для кого они делаются? Ну, это тема, может быть, отдельного разговора. Рекомендация валютного фонда основана на доктрине различного фундаментализма, на ее самой вульгарной версии, монетаристской доктрине, которая исключает создание денег государством. Монетаристы – это люди, которые всерьез верят, что деньги – это золотые монеты. И поэтому цена денег определяется спросом предложения на золото. Ну, в качестве золота они понимают деньги, но на самом деле деньги сегодня в мире – это фиатные деньги. Раньше мы назвали фиктивным капиталом. То есть они создаются под обязательства. Не под золото, не под реальные ценности, а под долговые обязательства государства или частного сектора. Так вот, задача Международного улетного фонда – это устранение государственных барьеров на пути движения международного капитала. Что такое международный капитал? Это те, кто печатает мировые деньги, прежде всего. Поэтому не случайно среди так называемых транснациональных корпораций абсолютно доминируют американские. Потому что именно Федеральная резервная система США печатает мировые деньги. Эти мировые деньги получают неограниченные американские корпорации. Это дает им возможность экспансии по всему миру. Поэтому задача валютного фонда, которую они облекают в наукообразную терминологию – либерализация экономики, доказывая, что либерализация экономики – это хорошо, а протоксионизм – это плохо, что нужно демонтировать государственные границы, на пути движения капитала государству по возможности уйти из экономики. В реальности это просто обслуживание интересов американского капитала, который создается путем денежной эмиссии. 90% долларов напечатано под облигацией американского правительства. Конечно, дальше эти деньги растекаются, они попадают в цикл производства дохода и сбережения, но источником формирования денег является банальная денежная эмиссия во всех странах мира на сегодняшний день. Причем эмиссия под долговые обязательства, не под покупку золота или чужой валюты, а под обязательства, прежде всего, самого государства. Деньги печатаются в Америке, например, под покупку казначейских обязательств. Но иногда они печатаются под покупку обязательств частного сектора, как было в Европе после войны. Но так или иначе, экономическая доктрина, господствующая сегодня в умах и нашей стране, и в западном мире, она исходит из того, что деньги настоящие, что они все основаны на сбережениях. На самом деле, это такой секрет Палишинеля, специалисты об этом хорошо знают, деньги имитируются центральными банками. Причем некоторые, американский центральный банк, это частная структура, которая принадлежит американской олигархии, акционерному обществу. Но эти примеры, еще раз, призваны показать, что то, о чем мы будем говорить в курсе лекции, будет основываться не на догматике, не на каких-то базовых курсах экономической теории, которые вы слушали на своих факультетах и читали в учебниках. Они будут основаны на закономерностях экономического развития. Вот вам пример, еще один, так сказать, яркий очень. Нам говорят, что сокращение количества денег – это главный способ борьбы с инфляцией. Это наш собственный опыт. Мы видим, что когда денежная масса сокращалась, инфляция всегда повышалась в России. И наоборот. Связано это с тем, что в условиях недомонетизированной экономики, когда денег меньше, чем необходимо для обеспечения простого воспроизводства, сокращение количества денег ведет к сокращению оборотного капитала. Предприятия теряют загруженность, растут издержки, издержки выливаются в повышение цен. Если бы у нас экономика была перемонетизированной, денег было бы больше, чем нужно для простого воспроизводства, то тогда они были бы правы, те, которые в центральном банке сидят, в условиях, как называется, перегрева экономики, когда деньги, значит, спроса больше, чем может дать экономика производства. Но у нас ситуация недомонетизированная экономика. Здесь все наоборот. В отличие от докторинно-монетаристской, где думается, что инфляция определяется с балансом спроса и предложения денег, на самом деле инфляция – это многофакторный феномен, в основе которого лежат издержки. Если сокращается количество денег, сокращаются инвестиции, сокращаются возможности для развития предприятий, растут издержки в силу сужения масштаба производства, но и самое главное – в отсутствии денег экономика начинает технологически отставать. Главный фактор борьбы с инфляцией – это на самом деле неизвестное монетаристам и апологетам этой системы – очень простая закономерность, о которой мы тоже будем говорить. Главным фактором снижения инфляции, так же как и экономического роста, является научно-технический прогресс. Благодаря нововведениям, изобретениям, издержки падают, причем падают многократно, скажем, у вас в карманных и на столах гаджеты. Раньше такой гаджет по объему вычислительной операции занимал бы, наверное, объем всего этого корпуса нашего факультета. Мы помним еще, но вы это не застали, в 70-е годы были большие вычислительные центры, где для того, чтобы провести объем операции, которые сейчас у вас в кармане умещаются, нужно было занимать гигантские площади, все это на лампах, огромные затраты электричества и прочее, прочее. Цена сегодня, точнее, себестоимость вычислительной операции сократилась в триллионы раз. Вот это борьба с инфляцией. И так везде это, на самом деле, в любой отрасли экономики. Так, ну и, как обещал, сейчас оставлю время для вопросов, для того, чтобы завершить эту вводную часть. Буквально два слова о том, что такое сегодня экономические интересы. Значит, вот когда деньги не были фиатными, то есть, когда под ними была реальная стоимость, у нас, точнее, были известны в рыночной экономике представления о том, что то, что хорошо для частного бизнеса, хорошо и для государства. В действительности, частный бизнес работал на рост производства, материальных ценностей. То известная формула, то, что хорошо для General Motors, то хорошо и для Америки, была справедлива. Сегодня в Америке главный фактор получения доходов – это финансовая операция. И, в отличие от General Motors, то, что хорошо для банков Уолл-стрита, вовсе не значит, что хорошо для экономики. Поэтому очень важно понимать, еще раз повторюсь, что экономическая доктрина, которая господствует сегодня у нас и на Западе, это доктрина, которая сформирована в интересах крупного капитала. Этот крупный капитал сегодня утратил связь с производством во многом. Связано это с тем, что капитал имитируется, грубо говоря, печатается. Но то, сейчас не буду на этом останавливаться, здесь много картинок. И вот вопрос, что выгодно капиталу в нашей, скажем, российской системе экономики. Вот видите, она сегодня разомкнута. Большая часть у нас денег частного сектора, инвестиционных денег, то есть денег, которые сберегаются для цели развития, проходят через офшоры. Это означает, что в рамках той системы гострегулирования, которая у нас сложилась, частный бизнес мотивирован на то, чтобы уводить деньги из страны. Причем обратите внимание, что половина денег не возвращается, обратно возвращается только около 40% того, что вывозится из России через офшоры. Ну и в рамках этой, так сказать, картины мира понятно, что в условиях разрегулированной экономики, которая ни на что не ориентирована, у которой нет цели и задач подъема общественного благосостояния, в условиях современных финансовых технологий и эмиссии фиатных денег господствующее положение в экономике занимает именно фиктивный, как бы раньше сказали, капитал. А капитал не связан с производством материальных благ. И, собственно, то, что выгодно для этого капитала, в этой осени не выгодно для экономического развития. Так, сейчас я вам... Мне что-то переборщили несколько с презентацией. Так, тут это много, наверное, из того, что мы будем говорить. Так, вот что я бы хотел. Ну, вот некоторые иллюстрации, это там плавающий режим валют. Это у нас все предметы, эти будут разбираться на следующих лекциях. Вот вам просто завершающий пример. Страны, которые шли на поводу у валютного фонда и у которых политика формулировалась по рекомендациям валютного фонда, число этих стран, а после своей нашей, имели темпы роста в два раза меньше, чем те, которые жили своим умом, которые не прибегали к взаимам МВФ и которые не строили свою экономическую политику на основе МВФ-ских рекомендаций. В завершение сегодняшнего такого вводного, вводной лекции подведем некоторые итоги. Значит, если рассматривать нашу экономическую реальность и господствующую экономическую теорию с точки зрения управления, управление требуется от объекта управляемости, извиняюсь за тавтологию. То есть, если мы чем-то управляем, а оно идет не туда, куда мы хотим, значит, мы этим не управляем. Когда центральный банк говорит о том, что мы снижаем инфляцию в два раза, называют это таргетирование инфляции, инфляция в два раза растет, вместо того, чтобы падать, значит, что он не управляет денежной системой. Это имитация управления. И если мы хотим управлять и добиваться экономического развития, мы должны понимать, что в основе экономического роста лежит научно-технический прогресс, что для обеспечения роста нужно заниматься подъемом инвестиций и стимулированием инноваций. К сожалению, эти направления декларируются у нас в политических документах, в том числе главы государства, но не реализуются. Мы уже лет 15 говорим о том, что перейдем на инновационный путь развития, что у нас будет 4И, там в свое время говорилось, инновации, инвестиции, инфраструктура, еще что-то такое. Ничего из этого на практике не произошло. Доля инновационно-активных предприятий остается крайне низкой, порядка 14%, а в других странах она достигает 70%. То есть декларации у нас не реализуются. Я могу много конкретных примеров приводить на эту тему, поучительных, но общий вот от этого не изменится. Выигрывает от этой политики у нас крупный капитал, который широко использует офшоры для ухода от налогов, для сброса себя социальных обязательств. Доля иностранного капитала у нас при этом постоянно растет. В настоящий момент у нас больше половины предприятий промышленности формально принадлежат нерезидентам. Это тоже результат того, что мы выполняем рекомендации валютного фонда, потому что валютный фонд, как я уже говорил, обслуживает интересы американо-центричного финансового крупного капитала, для которого государственные границы – это некоторая проблема, от которой он хотел бы избавиться. В этой политике есть свои заинтересанты, которых можно наблюдать по структуре доходов. Большую часть доходов сегодня генерируется в нашей экономике. К сожалению, этот у нас слайд отсутствует. Я вам его на следующей лекции покажу. У нас на фоне падения производства и на фоне падения инвестиций бурно растет объем финансовых спекуляций на московской бирже. Он вырос в пять раз примерно за время после таргетирования инфляции начиная с 2014 года. И, собственно говоря, главный бенефициар этой политики – это финансовый олигархический капитал, а в том числе капитал, работающий в государственной банковской системе. Они пользуются дорегулированием для того, чтобы извлекать сверхприбыль на монопольном положении на рынке, на возможностях манипулировать рынком. И в условиях высоких процентных ставок банкиры становятся хозяевами жизни. Высокие процентные ставки – как раз это в интересах крупного капитала. Даже в условиях разрегулированной экономики это может быть даже государственный капитал. Еще раз хочу обратить внимание. Это еще раз доказывает, что неважно, какого цвета кошка, важно, как ее дрессируют и куда ее, так сказать, направляют. В этом смысле мотивация бизнесменов, которые сидят в госсекторе и в частном секторе, определяются не самой собственностью, а определяются тем, какие условия они поставлены. Если над ними никто не висит и не заставляет их работать в интересах общества или в интересах собственника, то они работают в собственных интересах. Что мы наблюдаем по нашему госсектору, так сказать, где пышным цветом рассверли все мыслимые пороки, так сказать, экономических злоупотреблений. Ну и частный сектор в этом смысле недалеко не сильно отличается от государственного у нас. Приватизация, скажем, привела не к повышению производительности и эффективности, а к снижению в экономике. Даже в ничтном секторе она упала в три раза после его приватизации. То есть от этой безалаберности, так мягко говоря, неуправляемости, отсутствие контроля и регулирования, отсутствие целеполагания в экономике выиграют, конечно, те, кто управляет ресурсами. И вот этот симбиоз олигархии, бюрократии, это главные бенефициары проводимой политики. Их все устраивает, у них все хорошо, их не сильно волнует падение производства инвестиций, а экономическая теория им помогает обосновать свои претензии на сверхдоходы, потому что она говорит о том, что государственное регулирование это зло, планирование делать никакого не надо, пусть рынок все расставит по своим местам, вот они рынком управляют в своих собственных интересах в отсутствии целеустремленной деятельности государства. Ну вот, в основном, то, на что я хотел обратить ваше внимание, на следующей лекции мы будем заниматься обсуждением научных, известных науки, скажем так, закономерности экономического развития, это практически научно-технический прогресс, малоизвестный, мейнстримы экономической мысли, о том, как он устроен, что является, каковы закономерности научно-технического прогресса и долгосрочного развития, как их можно использовать, в чем причина кризисов, периодически возникающих в экономике. Затем мы перейдем к вопросам развития институтов в долгосрочном плане, проанализируем разные экономические модели, ну и дальше перейдем собственно к вопросам управления и регулирования экономическим развитием на макроуровне. Вот такая структура лекции. Если есть вопросы по сегодняшнему материалу, пожалуйста, у нас есть еще 10 минут. Пожалуйста. Ну давайте попробуем в целом. на макроуровне за макроуровне на макроуровне реальную лекцию. Такой вопрос вот ясною. Очевидно, что в условиях кризиса экономического правительство, политическое руководство составляют все-таки такую ультраконсервативную линию, кардинально ничего не меняют, ограничиваясь поверхностями и мерами. Но при этом в общественно-политическом дискурсе присутствуют и альтернативные голоса. Мы можем вспомнить сборский клуб, столыбинский клуб, который выпускает достаточно весомные, ароментированные аналитические доклады, планы действия, планы из кризиса. И на самом высшем политическом уровне они обсуждаются в частности важные доклады, судя по сообщениям средств массовой информации в рамках Совета Безопасности. И у нас есть Борис Литов, занимающий достаточно высокую должность. Вроде есть возможность донести до высшего политического руководства альтернативные голоса, альтернативные идеи, но при этом получается такая развинка логическая. Либо политическое руководство не понимает, что происходит, что навряд ли, либо вот эта система, машина, состоящая из бенефициаров, существующей экономической модели, она всесильна. Такая, что глава немобедимая гидра. Вот как выйти из этого логического тупика, как имплементировать статистически выверенные решения реальную экономическую политику. Вопрос ваш риторический. Мы будем отвечать на него в течение всего курса лекции, но я не хочу давать оценок и не имею такой возможности. Сошлюсь только на российского императора. не помню кто это, то ли Александр Первый говорил, когда Россия как раз была сверхмогучной, самой могучной страной в мире после наполеоновских войн. И он сказал, вы думаете, это я управляю этой великой империей? И управляет армия столоначальник, а я тут просто присутствую. С тех пор мало что изменилось, хотя возможности концентрации политической воли конечно есть. Но дело в том, что вот эта сумма интересов, которая сегодня определяет экономическую политику, основывается на очень изощренной, я бы сказал, системной промывке мозгов. И работать на мотивацию такого самоуспокоения. вот лейтмотивом этой политики является известная фраза, точнее рефрен. В статье Медведева, если вы смотрели вопросы экономики, в сентябре была его программная статья, рефреном шла фраза могло бы быть и хуже. Понимаете, как бы еще не вышло, могло бы быть и хуже, лучше ничего не менять, как-нибудь выкрутимся. Это вот очень удобная позиция, которая в общем-то нам и так хорошо. И вроде, так сказать, ну и есть еще, кстати, возможность списать все на внешнего врага, экономические санкции. Сейчас в Америке, вы знаете, может быть, читали, идет дискуссия, насколько эффективны были экономические санкции США против России. На самом деле, они были малоэффективны, потому что весь эффект оказал российский Центральный Банк. Политика Центрального Банка усугубила экономические санкции в разы. И ущерб от политики Центрального Банка с точки зрения того, что они загнали экономику в стакляционную ловушку, мы оцениваем примерно в 15 триллионов рублей недопроизведенной продукции. Я уже не говорю, сколько обанкротчено предприятие, сколько людей потеряли работу, 20-процентное снижение уровня жизни, но это не потому, что американцы были санкции, потому что наш Центральный Банк так подыграл экономическим санкциям Запада, что получился просто сногсшибательный эффект, который позволил Обаме сказать, что разорвал нашу экономику в клочья. Но поскольку для них наш Центральный Банк это очень важный участник работы, я имею в виду, в Вашингтоне, они делают вид, что весь ущерб это только от их санкций. Вот, ну в общем, это такой вопрос скорее для размышления. Так, еще, пожалуйста. У меня такой вопрос. Я, конечно, не претендую название такого человека, следующего в экономике, но все-таки интересно было бы узнать. Если вот в Китае получается, что вот экономика, она работает, потому что государство дает ему, грубо говоря, кредиты заинтересованным людям. А у нас так не действует. У нас вот есть микрофинансовые организации, которые кредиты по 2% в день. 700% в день. Но обычное кредитование идет по ставкам тоже таким либеральным, я бы так сказал. 10-12% это в лучшем случае процент. Но вот как вот добиться такого эффекта, чтобы ключевая ставка была ниже? То есть нельзя же просто взять и по-советски декрет ввести декрет, что у нас ключевая ставка 1% в день. Так же нельзя, но как вот работать А почему нельзя? Во-первых, первый такой ход применил Наполеон. Вот чем было могущество Франции? Она же производила огромное количество вооружения, так сказать, и Наполеон сумел вооружить всю Европу. К нам пришло 500 тысяч человек до зубов вооруженных людей современным оружием. Как они сумели за 10 лет создать такую мощную оборонную промышленность в то время? Наполеон первое что сделал в экономике, раздавил ростовщический капитализм. Он декретом указал, что процент не может быть выше 5. Вы, господа, ростовщики, должны давать деньги для развития производства, а не для вытягивания соков, так сказать, крови из народа. Почему нельзя? Вопрос процентной ставки это декрет. Вот кто в совет директоров Центрального банка собирается, они же принимают решение директивным путем. Принимают решение, которое ложит экономику на лопатки, парализует экономическую активность. И так и во всех странах мира. Процентная ставка это предмет регулирования государства. Вопрос в чьих интересах это делается? Когда она высокая, это в интересах банковского сообщества финансовой олигархи. Высокая цена денег, они фактически через процентную ставку выкачивают всю прибыль из экономики. Так что это вопрос как раз серьезного. Но мы об этом будем говорить подробно. Пожалуйста. Сергей Юрьевич, здесь на занятии сейчас шла речь в частности о выкачивании капиталах из России, из зарубежья, в офшорах и так далее. И как правило в этой связи в СМИ вспоминаются такие прецеденты с выкачиванием капитала в страны довольно развитые. Как правило это страны запада. Но при этом мы имеем много миллиардных возможно даже много триллионных случаев выпоза денег в страны развивающиеся, которые являются нашими непосредственными соседями. В этой связи еще в середине в конце нулевых годов ваш коллега в парке Рогман Дмитрий Олегович Рогозин предлагал идею ведения визового режима рядом соответствующего государства СНГ. Также предлагаются идеи ведения такого режима с Китайской Народной Республикой, чтобы население наше не замещалось. Как вы полагаете в таком случае это может сыграть какую-то положительную роль для экономики России или все-таки мы будем иметь дело с многими отрицательными последствиями? Ну смотрите вот куда деньги выводятся здесь не найдете ни Казахстана так сказать но на Украину больше всего денег инвестировалось это понятно потому что пока американцы не устроили там переворот они привели к власти фашистов то Украина была нашим не просто партнером мы с ней связаны неразрывно кооперационными взаимоотношениями поэтому инвестиции в страны которые с нами кооперационно связаны в рамках одного экономического пространства это инвестиции в наших интересах ну например подъем сельскохозяйственного машиностроения когда был полный провал начало расти у нас машиностроение но я тогда в думе как раз работал нам министр промышленности рассказывал про экономический рост и в качестве примера привел сельхоз машиностроения как выяснилось оно росло за счет белорусских тракторов белорусы производили трактора из российских комплектующих они успешно их производили продавали по всему миру росло наше сельхозмашиностроение, потому что в рамках единого экономического пространства инвестиции в партнеров, которые усиливают наши конкурентные преимущества, наших интересов. Поэтому инвестиции для сочетания конкурентных преимуществ – это полезная вещь. А вот то, о чем мы сейчас говорим, вывоз капитала, посмотрите, куда он вывозится. Это вообще странно, строго говоря, фиктивные. Вот вся структура, она многолетняя. Деньги вывозятся в налоговые гавани для того, чтобы уйти от налогов, уйти от правоохранительных органов, сбежать и так далее. Соответственно, надо различать прямые инвестиции и отток капитала. Наше государство и вообще в мире никогда не против прямых инвестиций, когда деньги укладываются в расширение экспортных возможностей, в расширение кооперации. Это усиливает наши преимущества. А когда не просто, как деньги вывозятся, никуда не вкладываются, как сбережения, тогда вот это и есть оттечка капитала. Пожалуйста. С вашей точки зрения, Сергей Иванович, каким образом экономические санкции, которые были введены в Соединенных Штатах Америки, которые были продолжены рядом и между государством, в частности, и государством Европейского союза в отношении финансового сектора Российской Федерации, обороны, промышленного комплекса Российской Федерации, скататься на неозначенных секторах. И, соответственно, с вашей позиции, что необходимо на данный момент сделать представителям высшего руководства Российской Федерации, целях обеспечения военно-технологических санкций в Российской Федерации, вопрос, посредственно касающийся военно-технологических санкций, почему санкции оказались довольно-таки чувствительными с точки зрения нашей макроэкономической ситуации, я уже говорил, исключительно благодаря нашему Центральному банку. Хотя о том, что наш Центральный банк длительное время недофинансировал нашу экономику и тем самым подсаживал нашу экономику на внешние кредиты. Вот к чему это привело, видите, доля иностранцев на финансовом рынке. В момент применения санкций, начало санкций достигало 75%. Ну вот, это в целом на фондовом рынке доля нерезидентов, значит, около 50%. В общем, наша денежная база, у меня тут есть эта картинка, денежная база на 70% была сформирована за счет иностранных кредитов. Это было связано с тем, что когда Центральный банк зажимает количество денег, предприятия вынуждены идти за границу и там искать кредиты. Поэтому, когда они приносят иностранные деньги к нам, свои кредиты, естественно, их продают за рубли. И под эту сумму Центральный банк выпускает, имитирует рубли под покупку иностранных денег. Но в итоге получается, что большая часть денежной массы, денежная база точнее, сформирована за счет иностранных источников. И вот по этим иностранным источникам был нанесен удар. Значит, мы в течение двух лет потеряли примерно 200 миллиардов долларов. Было вывезено западными кредиторами и инвесторами обратно. Центральный банк мог бы эти деньги заместить рублевыми кредитами, потому что с точки зрения инфляции это никакой роли не играет. То ли он напечатал деньги под иностранные кредиты, он все равно напечатал эту сумму денег для экономики, то ли он просто их напечатал, допустим, под покупку облигаций российского правительства, для финансирования дефицита бюджета, или просто на рефинансирование коммерческих банков под облигации рынка. Вместо этого Центральный банк начал зажимать деньги. И в итоге, кроме шока внешнего, мы получили еще больший, намного больший шок внутренний за счет сжатия денежной массы самого Центрального банка. С точки зрения логики, главным результатом американских санкций, европейских, стало подталкивание нас к Китаю. Вот не было бы санкций, наверное, движение бы в сторону стратегического партнерства с Китаем было бы меньше. Это большая глупость, и Трамп это изначально признал, когда в риторике говорил, что санкции – это глупость. И что он сейчас говорит? Что будем продолжать санкции. И опять та же самая пластинка. То есть это говорит о том, что логика, мы об этом можем позже поговорить, что логика мышления американской властвующей элиты порочна. Они не понимают последствий своих действий. Они думали Россию, так сказать, задавить, понимают, что наш Центральный банк им подыграет. Они в этом были уверены, что Российский Центральный банк будет им подыгрывать в санкции. Значит, у меня была сегодня статья «Санкции США и Центрального банка России», где было показано, что на три четверти – это политика Центрального банка. Но в этой денежной системе российская экономика стихийно разворачивается в сторону Китая, потому что дешевые деньги пошли из Китая, а за деньгами идет и экономика. Поэтому американцы своими санкциями на самом деле усугубили свое собственное положение. Они уже Китаю проиграли конкуренцию. И они нас туда толкают, в союз с Китаем. С точки зрения финансовых последствий, санкции населия, напомню, в основном это финансовая эмбарго, то есть запрет кредитов. Мы могли бы легко их компенсировать, вообще превратить не то что в ноль, а в плюс для себя. Если бы Центральный банк заместил бы просто эти 200 миллиардов долларов рублевыми кредитами, даже по тем же бизнес-планам, которые были, так сказать, обезденежны, то мы бы получили плюс, мы бы расширили свою собственную рублевую финансовую систему. В чем действительно такой серьезный, объективный, негативный момент санкции, это технологическая эмбарго. Технологическая эмбарго мы, конечно, преодолеваем. У нас еще с советских времен опыт борьбы с кокомом. В условиях мирового рынка можно почти все купить, но это будет дороже. И самое неприятное, что наука же открытая система. И если наших ученых не пускают за границу, они не участвуют в совместных разработках, а где-то 80% научно-технических знаний – это закрытые знания, их нельзя… фундаментально наука открытая. Там можно читать журналы, участвовать в конференциях и так далее. А прикладная наука, она уже закрыта. И для того, чтобы обработать прикладной науки, нужно взаимодействовать. И когда наших специалистов сегодня выкинули из международных программ, в том числе европейских, мы, конечно, потеряли досуг, хотя бы даже к пониманию западных технологических решений. А тем временем, в силу последствий проводимой политики, 60% оборудования у нас сегодня импортное. То есть мы можем на рынке покупать современное оборудование среднего уровня, но высокотехнологическое оборудование, передовое, мы сегодня покупать можем либо с помощью каких-то специальных операций, либо переплачивая существенно. И перекрытие нам доступа к научно-технической информации – это серьезный момент, для преодоления которого нужно наращивать финансирование собственных неокров, тратить больше денег на подготовку своих ученых, на возврат ученых из-за границы. Это все можно делать и тем самым минимизировать негатив от санкций, но вы видите, у нас опять же финансовые власти сокращают расходы на неокры в рамках программы бюджетной консолидации, которая рекомендована валютным фондом. Тем самым усугубляют санкции опять же. Так что вот такая картина. Так, ну что, последний вопрос, пожалуйста. Как раз вопрос про НТП, хотела у вас спросить, у нас еще с сырьевой экономикой есть экономический термин «Голландская болезнь», то есть висит самовынительный, очень развитый. Вот как раз, на мой взгляд, по развитию НТП, это очень сильно, да, я видел, как возможность наваждать путь из сырьевой экономики, ну вот мы начнем на эту тему, мы начнем на эту тему говорить буквально на следующей лекции, через неделю, именно про НТП, про его закономерности, как их надо учитывать и как их можно использовать. Но, чтобы не оставлять ваш вопрос без ответа, вот динамика. Видите, здесь Россия одна из немногих стран, где доля расходов на неокры, ВВП, длительное время не растет. В то время, как, скажем, в быстрорастущих странах везде, мы видим буквально, ну даже больше, чем линейный рост расходов на неокры, это доля, то есть они, ВВП Китая, допустим, растет там на 6,5% в год, и доля неокров растет, то есть неокры растут на 15-20% в год. Вот, это нормальный темп расходов. И после того, как рухнул Советский Союз, у нас до этого доля расходов на науку достигала 5% национального дохода, это там порядка, наверное, 4-4,5% ВВП. Сейчас она где-то около 1%. Мы стали меньше Советского Союза в два раза, в два раза стали меньше производительность, чем Российская Федерация, и в три раза меньше доля. Значит, у нас расходы на науку сократились на порядок больше, чем 10 раз. Вот причина, так сказать, того, что мы, знаете, как в известном анекдоте, когда спрашивают полководца, как мы проиграли сражение, ну, говорят, ваше превосходительство, на то есть множество причин. Начинают перечислять. Ну, во-первых, не подвезли боеприпасы. Ладно, можете больше не перечислять. На этой оптимистической ноте мы сегодня завершим и продолжим через неделю. Ответим на наш вопрос. Спасибо. Спасибо.